Конечно, Америка более развита, чем страны бывшего СНГ. Уровень жизни в США выше, американцы во многом опережают ряд других государств. Но есть вещи, в которых постсоветские страны перещеголяли американцев. Многие американцы считают, что первыми оказались в космосе и именно они. Но первым, кто побывал в космосе, был советский парень Юрий Гагарин. За это грандиозное событие страны СНГ считали себя сверхдержавой. Правда, некоторые источники утверждают, что до полета Гагарина были и другие попытки запуска спутника, но официальных подтверждений этому нет. Семь вещей, отсутствие которых создает проблемы в путешествии балет имеет французские корни, но ассоциируется у американцев только с Россией. Щелкунчик и «Лебединое озеро» популярны на весь мир. Конечно, у американцев тоже есть свои таланты, но они не так знамениты. В отпуск налегке, минимальный список вещей, которых будет достаточно для путешествия Ан-225, Мрия, самолет был спроектирован и построен на Киевском заводе. Это самый большой самолет по размерам и грузоподъемности. Он был создан для перемещения космического корабля «Бурана», позже его переделали в пассажирский. Самолет находится в летном состоянии по сей день. Страны, после которых безумно рад возвращению в Россию один из самых красивых метрополитенов находится в Москве, но и в других городах и странах СНГ метро тоже похожи на произведение искусства. В американском метрополитене все достаточно просто. Стоит отметить, что только в московском метро поезда следуют с интервалом меньше минуты. Качественные молочные продукты и овощи в Америке есть, но стоят они дорого. В странах СНГ выращивают достаточно много овощей и фруктов. А большое количество молока позволяет производить качественные и доступные по цене молочные продукты. Чтобы попасть на прием к доктору в Америке, нужно ждать не одну неделю, а чтобы купить препарат без рецепта, об этом не может быть и речи. Все медицинские препараты отпускаются только по рецепту. На постсоветском пространстве все гораздо проще. В день можно пройти хоть всех специалистов и купить в ближайшей аптеке все необходимые медикаменты первой помощи и ряд антибиотиков. Во многих странах СНГ отпуск по беременности и после родов оплачивается полностью. И пару лет после рождения ребенка выплачиваются декретные деньги. В США рожениться может взять всего трехмесячный неоплачиваемый отпуск. Американский интернет стоит гораздо дороже, хотя и покрытие там лучше. В России и близлежащих странах интернет достаточно дешевый, доступный и зачастую безлимитный. Это касается и сотовой связи. В Америке к сексуальности относятся достаточно настороженно. В магазинах США не так просто найти кружевное, откровенное белье. Бюстгальтеры пошиты из хлопка с поролоном. На полках магазинов в СНГ для представительниц прекрасного пола есть нижнее белье на любой вкус. У каждой страны есть свои достоинства и недостатки. И пусть передовые технологии остаются за Америкой, странам СНГ тоже есть чем гордиться.